На рассвете новой эры, когда Иоанн Креститель начал заявлять о грядущем Мессии, израильский народ, который чаял его пришествие, был полон надежд, что он, их Мессия, обязательно восстановит им их царство здесь на земле. Читайте внимательно Евангелие, и вы обнаружите, что именно по этой причине большинство людей начали следовать за Христом. Они ожидали земное царство. Они надеялись на то, что Он свергнет римскую власть и восстановит им их государство. И каково, думаете вы, было их удивление, когда они услышали Его первую проповедь, в которой Он ни слова не упомянул о какой-то земной власти? Можно сказать, что Его Нагорная проповедь была манифестом, декларацией того царства, который Он пришел создать. И вот какими словами начинает Христос эту первую свою проповедь. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистым сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Заметьте, что Христос не начинает созидать свое правление в сфере материальной. Нет, Он пришел сказать, что важно не то, что человек имеет, или чем он владеет, или каково его положение в обществе, но главное – это, кем он является Сам. Он пришел учить людей, что истинное блаженство не в имуществе, даже не в наших делах и достижениях, но Господь пришел сказать, что самое главное – это то, кем мы являемся по существу. Христос заявил, что духовное состояние человека – основной и главный фактор жизни. Почему в первую очередь человек, чтобы войти в это Царство, которое Христос пришел созидать, должен в самом основе своего естества, в духовной области своей жизни, испытать полный переворот, радикальную перемену. Он должен, как Христос сказал Никодиму, переродиться, и когда это произойдет, тогда все остальное начнет впадать в свое место. Почему все другие попытки переделать человека и вообще общество и создать ютопию потерпели и терпят сегодня полную фиаску? А очень просто, потому что все эти людские идеологии, желая очистить ручей, оставили самый исток его без изменения. Заметьте, однако, что Христос иначе поступил. Он не начинает с ручьем, не с поверхностью, но с самим истоком, с верховью, ибо когда сам исток будет чист, тогда чиста будет и река. Мир имеет свое понятие о том, что такое блаженство. По человеческому рассуждению выходит, что блажен тот, который всегда прав, который доволен самим собой, который силен, самоуверен, богат, тот, который популярен и властвует над другими. Это мир называет счастьем, блаженством. Но прошу отметить, что ни одно из этих положений и состояния Христос не называет блаженством. В своей Нагорной проповеди Христос нам открывает, в чем подлинное счастье. И, сказав это, Он охарактеризовал истинного чада Божия. Прочтите внимательно эти первые стихи Нагорной проповеди, эти Христовы блаженны, и вы обнаружите, что из себя должен представить каждый христианин. Наш Господь тут не описывает характера, которого может достичь собственными усилиями и стараниями человек. Нет, это описание возрожденного человека, человека вновь родившегося. Эти Христовы блаженны не являются характеристическими качествами естественного плотского человека. Они совершенно чуждые натуральному человеку. Никто по своей природе, по своей натуре, плотским рождением не может стать таковым. Но я слышу, кто-то возражает. Вы говорите, а я знаю таких людей, в которых эти качества проявляются. Они миролюбивы, они кротки, милостивы, они делают добро и никому не вредят. И, следовательно, эти люди должны быть христианами, хотя они не по-евангельски веруют. Возлюбленные – такое ложное понятие возникает от непонимания и неясного представления, кто фактически является возрожденным чадом Божиим. Во-первых, следует иметь в виду, что мы должны взять во внимание всех всем блаженны Христова, чтобы иметь полноценную картину возрожденного человека. Например, некоторые из нас родились агрессивными, другие – тихими и спокойными по своей натуре. Некоторые живы, проворны, ловки, а другие опять медленны. Свой темперамент человек унаследовал при своем плотском рождении. И когда нам приводят этих милых людей как пример, что возрождение не нужно, то они не берут во внимание, что это нечто биологическое и ничего общего не имеет с духовной жизнью, с человеческим взаимоотношением с Богом. Это чисто естественное физическое явление. Точно так же, как люди отличаются своим внешним видом, точно так же они не одинаковы в своем характере и темпераменте. Дорогие мои, если от этих унаследованных биологических качеств зависит, христианин ли человек или нет, то это совсем выходит несправедливо. Каждый из нас родился с определенным характером, и то, что мы унаследовали, вовсе не от нас зависело. Но благодарение Богу, что не от этого зависит, христианин ли человек или нет. Любой из нас, без исключения, кем бы мы ни были рождением по плоти, можем стать таковыми, каковыми Христос тут описывает блаженного человека в своей Нагорной проповеди. Каждый может стать этим чадом Божьим вторым рождением. Это и есть центральный и основной факт Евангелии. Он может и самого гордого по природе человека сделать его человеком нищим духа. Да, возлюблены, в этой Нагорной проповеди описаны люди, которые не от крови таковыми родились, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Это описание ясно показывает основную и полную разницу между истинным христианином и человеком невозрожденным. Вот эту истину мы должны себе точно усвоить. Церковь Христова должна, как никогда раньше, ясно и четко представить основное различие между тем, кто Божий и кто от мира сего. К сожалению, эта истина в наше время как-то затуманена. Разделяющие линии между добром и злом, между ложью и истиной сделались настолько неясны, что трудно делать развлечения. Было время, когда разница была ясна, определенно и не омрачена. Белое было белым, а черное – черным. Возлюбленные слава и сила Евангелия только тогда действительны, когда церковь делается совершенно и абсолютно противоположно миру. Вот этой именно противоположностью миру она привлечет грешников ко Христу. Когда она станет таковой, тогда мир будет слушать ее, хотя он ее и ненавидит. Именно так начинается всякое пробуждение. Один из признаков подлинного чада Божия – это быть подобно своему Спасителю. И чем больше мы будем подобны Иисусу, тем более мы будем неподобны миру. Итак, мои дорогие друзья, тут в Нагорной проповеди нашего Спасителя Христос описывает для нас, каковым должно являться возрожденное Дитя Божие. Нам это описание дано не для того, чтобы мы Ему подражали и старались собственным усердием Его достичь, ибо это невозможно, но для того, чтобы мы знали, проверили самих себя, рождены ли мы свыше или нет. Подражать Нагорной проповеди никто не может. Она свойственна тем, которые стали верой в Иисуса Христа гражданами Царствия Небесного. Евангельская истина заключается в том, что верующие и неверующие принадлежат к двум совершенно разным противоположным сферам. Вы заметите, что первые блаженные и последние им обещано то же самое вознаграждение, ибо их есть Царство Небесное. Что это значит? Наш Господь начинает и заканчивает описание блаженного теми же самыми словами, ибо их есть Царство Небесное по той причине, чтобы верующий осознал, что Он принадлежит к совершенно иному Царству. Чадо Божие не только совершенно иной по причине Своей новой природы, данной Ему при рождении свыше, но Он живет совершенно в иной сфере. Да, мы в мире, но не от мира сего. Мы граждане совершенно другого Царства. Это и есть основная истина Евангелия. О, мой дорогой радиослушатель, принадлежишь ли ты к этому Царству? Является ли Христос твоим Царем? Царствует ли Он над всей твоей жизнью? В этом-то и есть истинное блаженство. Чтобы понять Нагорную проповедь Спасителя, мы должны усвоить правильный смысл первых же Ее слов «Блаженны нищие духом». Это и есть начало блаженства. Что значит быть нищим духа? Во-первых, это не значит быть бедным в области материальной. Бедняк ничуть не ближе к Царству Небесному, чем богач. По своей натуре и тот, и другой, без Христа, погибший грешник. В нищете никакого спасательного достоинства нет. Беднота не гарантирует духовности. Так что нищета, о которой говорит Христос тут, должно иметь совершенно иное значение. Блаженны нищие духом. Быть нищим духом – это значит видеть себя таковым, каковым видит Бог нас. Если я считаю себя чем-то другим перед Богом, чем абсолютным бедняком, обанкротившимся и недостойным грешником, то это значит, что я никогда не видел себя так, как видит меня Бог. Бог в Слове Своем говорит, что все согрешили и все лишены славы Божьей. Нет делающего добра, нет ни одного. Блажен тот человек, говорит Христос, который сделал это самое важное обнаруживание, а именно, что он нищий духом. Нищий духом не имеет ничего достойного, заслуживающего спасения. Он без праведности, без добрых дел, без заслуг. Он несчастен и жалок, и нищий, снеп и наг. Блажен тот человек, который так себя видит и чувствует. Он сознает, что все его добрые дела, как запачканная одежда, и он готов вместе с апостолом Павлом воскликнуть «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Нет, это неестественно человеку себя так видеть. По своей натуре человек ищет в себе какую-то опору, какую-то доброту, какое-то хорошее качество, которым он может похвалиться. Но тот, который нищий духом, он иначе на себя смотрит. Он себя видит, как Бог его видит. Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятны, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные действием Божьей благодати. Это, возлюбленный, и есть начало блаженства, начало благодати Божьей, когда Дух Святой открывает нам наше подлинное состояние и показывает нам, каковыми мы являемся в очах Божьих. Ибо спасение без этого сознания нашей греховности невозможно. Не фарисей, который хвалился своими добрыми делами, ушел оправданным, но мытарь, бьющий себя в грудь, не смеющий поднять свою голову, который, взывая, будь милостив ко мне грешному, ушел оправданным. И ты, мой друг, если желаешь спасения, быть воистину блаженным, должен именно так прийти к Богу, нищим духа, ибо таковых есть Царство Небесное. Вот на кого я презрю, говорит Господь Сидержитель, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим. Бог не может спасти гордого и самонадеянного человека, но тот, который знает, признает и исповедует свое падшее состояние, он воистину вступил в сферу Божьей благодати, и его Господь может исцелить от всех недугов греха. «Мой возлюбленный друг, если твое упование на что-то другое, чем на благодать и милость Божия, то далеко ты от Царства Божия. Но блажен ты, если ты лишен всякой собственной праведности и надеешься лишь на праведность Иисуса Христа». Но заметьте, что быть нищим духом является не только вступительным условием в Царствие Божие, но оно является условием для продолжения блаженного состояния, как чадо Божие. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. «Я живу на высоте небес и во святилище», — говорит Господь, «И также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Из всех зол самое великое, которое мы более всего должны бояться, это нашу собственную полноту. Самая великая непригодность — это наша воображаемая годность. Когда мы больше всего сознаем свое ничтожество, тогда мы ближе всего к обилию благодати Божией. Чем глубже наша нищета, тем больше Бог может дать нам и своего богатства. Это так ясно проиллюстрировано во всей Библии. Это качество духа мы находим в Гидионе, который, когда ангел Господень велел ему пойти и спасти народ свой, сказал, «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое самое бедное, и я в доме отца моего младшего». Этот же дух мы находим в Моисее, в Давиде, в Исаии и во всех мужах Божьих, которых Бог мог употребить для своей славы. Итак, возлюбленные, самые первые, самые необходимые и желательные — это быть нищим духа, ибо их есть Царствие Божие. Только таковые войдут в Него. Только таковых Господь может исполнить своей полнотой. «Ты хочешь быть исполнен Духа Святого, мой дорогой друг? Тогда и ты должен стать нищим духа». Все благословения Божие зависят от этого первого блаженства — нищета духа. Теперь заметьте обетования, данные нищим духа, ибо их есть Царство Небесное. Это не обетование о будущем, а о настоящем. Не их будет Царство Небесное, но их есть Царство Небесное. Тот, Который пришел к Христу, исповедуя свой грех, сознавая свою вину, нечистоту, и, следовательно, свое недостоинство и нищету, тому дается немедленно прощение и жизнь вечная. Христос сказал, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Имеешь ли ты эту жизнь вечную? Если нет, то я спрашиваю тебя, видел ли ты себя когда-нибудь нищим, обанкротившимся грешником перед Богом? «Ну как же мне стать нищим?» спрашиваешь ты. То есть нищим духа. В первую очередь, чтобы стать нищим духа, нужно взирать не на себя, а на Бога. Читайте Слово Божие, ознакомляйтесь с требованиями Божьими. Смотрите на Христа, каковым Он был здесь на земле, и чем больше мы будем взирать и сосредотачивать наше внимание на Него, тем больше мы будем сознавать наше ничтожество, греховность и, следовательно, нищету. Когда Петр увидел Христа и чудо, которое он совершил, тогда он, припав к коленам Иисуса, воскликнул, «Выйди от Меня, Господи, потому что Я человек грешный!» Увидев Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, Исаий Пророк тоже воскликнул, «Горе Мне, погиб Я, ибо Я человек с нечистыми устами!» Это-то и есть быть нищим духом. Да, когда человек имеет какое-нибудь представление о Боге, то он обязательно будет чувствовать себя, как мертвым, подобно тому, как почувствовал себя апостол Ян на острове Патмос, когда он увидел прославленного Христа. Все то, чем человек гордится, низший духом почитает ссором. Да, говорит апостол Павел, все почитает, считаю, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитает за ссор, чтобы приобресть Христа. Чем больше мы будем взирать на Господа, тем более безнадежными будем мы чувствовать себя без Него и больше будем видеть себя нищими духа. О, друг, взгляни на Христа сейчас и продолжай взирать на Него. Ты не можешь воистину смотреть на Иисуса Христа и не чувствовать своей собственной нищеты и пустоты. Безнадежных, обнаженных, нечестивых, пустых, таковых Он принимает. Алчуших Он исполнил благ, воспела Дева Мария, а богатящихся отпустил ни с чем. О, мой друг, приди к Нему таковым, как Ты есть, нищим, пустым и алчушим, и Он наполнит Тебя, ибо Он не излагает сильных с престолов Своих, а смиренных, нищих духом возносит благодарение Ему. Субтитры создавал DimaTorzok